Друзья, всем привет! Приветствую вас на своем канале, на канале Строю Дом. С вами снова я, Иван Галкин. Сегодня у нас рассказ будет о переделанном уже прицепе Pagiant Magnetic. Я хочу с вами сегодня поделиться своими эмоциями. Я закончил прицеп буквально вчера и сегодня провел ходовые испытания. И вот, ребята, реально я вспомнил, я вспомнил, почему ко мне едут столько людей на переделку. Потому что ощущения от прицепа на рессорах и ощущения от прицепа на резино-жгуте, они отличаются разительно. Так вот, у нас проселочная дорога вот такая. Рано Каптюр в качестве тягача на вариаторе, кстати. Ну, прицеп легкий, поэтому я его по лайтосу, такие прицепы катаю. Тяжелые прицепы катаем на другой машине, проверяем. Проверяем тормоза обязательно после того, как переделали прицеп. Так вот, ребята, это кайф! 60 км в час по проселку шпаришь на Каптюре, он проглатывает кочки. Просто их нам-нам-нам-нам. И прицеп сзади просто не чувствуется. Он там так же едет, короче, как просто плывет вот так за машиной. Если бы я там гнал 60 км в час на резино-жгуте, там бы долбило бы. Каптюр бы там скакал, как зубодробилочка. Так вот, давайте я вам покажу, что там получилось. Вот, реально, ребята, эмоции. От первого лица, от меня, как от водителя. То есть, если бы я сейчас себе купил караван, я бы вот этим первым делом бы занялся. Чтобы переделать его в такую шикарную погоду, поехать куда-нибудь на дальняк, куда-нибудь на речку, на озеро или на море. Потому что прицеп именно для этого и нужен. Для отдыха летом, зимой и осенью, в любое время года. Самое главное, что он у нас будет круто идти. Давайте, ребята, покажу. Так вот, он красавчик стоит. Пагиант-магнетик. Вот, смотрите, сцепки с каптюром. Жопа чуть выше. Ну, я делал специально для клиента. У него на финики будет тягач большой. Поэтому не так все будет смотреться. Немножко будет смотреться ровно он будет стоять. У каптюра фаркопчик низый. Низенько стоит. И поэтому он немножко под углом. Видите как. Если бы я делал его для себя, то я бы обязательно дышал, там немножко переделал, опустил его ниже и прицеп стал ровно. Но так как у клиента машина выше, то и, соответственно, делал я его под клиенту, под заказ. Вот. Такая вот ситуация. Вот так он выглядит в сцепке. То есть смотрится оригинально. Никаких там особых, выдающихся черт наружу нет. Я сейчас вам покажу, как он смотрится. Вот у нас рессорочка получается. Вот у нас колесико. Все как бы по стандарту. Ничего особенного. Но ощущения, ребята, это самое главное здесь. Вот как он с жопки выглядит. Амортики под таким углом стоят в этот раз. Ну, каждый прицеп по-разному получается. Потому что у кого-то там печка, у кого-то там еще какие-то моменты. Ну, вот рессоры, стабилизатор, ничего не торчит. Все вот таким вот образом. Видите, клиренс не меньше, чем у машины. У Каптюр не самая низкая машина. Поэтому я думаю, что легкое бездорожье форсировать на нем вообще легко. Так, переходим сюда. Смотрим здесь, как все получилось. Да, получилось шикарно. Я вот прокатился, все пыльное уже. Моментально прям. Но в каждом прицепе все по-своему, все индивидуально. Но, блин. Ощущения. Да, вроде бы я уже столько на них ездил. Но каждый раз кайфую. Потому что, блин, здорово все-таки на рессорах машинка наша. Если кому-то интересен обзор на Каптюр, ребята, пишите. Я вам расскажу про эту тачку. Нам очень нравится, хоть и рано. Вот. Ну, вот. Так что, вот так. Этот Пагиант Империал будет еще долго кататься по дорогам России. Все, ребята. Всем пока. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok